Здравствуйте, мои любимые визикотики! Меня зовут Юлия Сизых, я профессиональный визажист и в виде-блогер. И в сегодняшнем видео у нас с вами новый формат. Мы впервые пробуем с вами на канале распаковать вместе адвент. Адвент-календарь у нас будет сегодня от Revolution Makeup. Во-первых, у нас будет все лицо адвентом. И адвент этот очень популярный, так что можно сказать, что мы с вами будем проверять самый популярный адвент 2023 года. Я его, если честно, заказывала из Америки. Я его ждала два месяца. Я совершенно не представляла себе, что он появится потом в России и можно будет просто в золотом яблоке его купить. Все еще продолжается празднование Нового года и Рождества у меня тут за окном, если вы слышите, извините. Мы с вами вместе выбрали именно этот адвент на обзор. Если что, это произошло в телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылочку я оставлю в описании. И там мы вместе с вами решаем, про что мы будем снимать новые видео. Ну и мы с вами сейчас начнем с того, что мы все это распакуем. Потом мы все это сразу на лице попробуем. Попробуем вообще полностью накраситься только брендом Revolution Makeup. И в конце мы с вами обсудим цену и ценность данного адвента. Стоит ли он своих денег, сколько он стоит, где его сейчас можно купить и так далее. Так что давайте приступать. Первым делом давайте откроем адвент вместе. Он, кстати, очень забавно открывается, потому что его нужно распахивать вот так, иначе все коробочки вываливаются. И давайте быстренько откроем все по очереди. У нас сначала идет первый номер. Что тут у нас идет первого же числа? Здесь у нас идет в первую очередь масло для губ. Прозрачное, слегка розоватое. Обязательно его потестируем. Такое вот красивое, как карамелька. Как же это все очаровательно выглядит. Так, дальше у нас номер два. Красивый такой с бантиком. Даже не представляю, что это у нас тут. Так, здесь у нас помада. Красивого оттенка очень. Кстати, с этой стороны это не просто декоративный элемент. Это, я откуда-то, знаете, из тиктока это знаю. Бальзамчик такой идет в подарок. Какая прелесть. Он реально не как помада, а что-то такое более прозрачное. Красота. Дальше номер три. В третьем номере у нас... Ой, какая красота. Что это? Это жидкие тени. Вау! И цвет-то какой красивый вообще. Весь переливается. Ну и надо, конечно, отдать должное бренду. Реально очень красивая упаковка. Вроде ничего такого, но выглядит реально стильно. Номер четыре. Что-то не хочет оттуда выходить. Алло! Есть тут кто? О! Вылетело. Прелестно. Это малышка такая красота. Гель для бровей. Тоже очень симпатичный. Здесь у нас такая маленькая аккуратная щеточка. Оттенок прозрачный. Попробуем. Дальше у нас номер пять. И здесь мы находим шикарный прозрачный блеск для губ. Опять же, в супер симпатичной упаковке. Такой минималистичной. И он по ощущениям достаточно такой липковатый. Но это, знаете, свойственно тем блеском, который очень красиво. Так как крамелька выглядит на губах. Он и называется glaze. То есть, как будто губы глазированные. Ничего себе, сколько у нас косметики уже. Мы только пять ящичков открыли. Все. Полноразмерный. Мне кажется, даже гель малышка, скорее всего, полноразмерный. Такое есть. Хотя, может и нет. Давайте посмотрим номер шесть. Ой, какой хорошенький карандаш. Просто черный такой базовый и нестойкий. Поскольку он идет в деревянном корпусе. Думаю, что его можно использовать, если что, в качестве подложки. Дальше у нас номер семь. Какой красавчик с бантиком. О, вот это роскошь. И это у нас такая очень красивая, мягкая, нежная пуховочка для того, чтобы наносить, например, пудру. У меня, если честно, такой еще не было. Ничего себе. И она такая, правда, мягкая и приятная. И сегодня обязательно, конечно, ей нанесем пудру. Нежная, как котик просто. Какой звук издает. И, кстати, ей так мило подходит эта коробочка. Мне кажется, что это прям продумано. Давайте номер восемь. Пока что мне адвент очень нравится. Такой он красивый. Так, здесь у нас, это, видимо, карандаш. Судя по цвету-то, наверное, для губ. Да, это лип-лайнер в обалденном просто оттенке. Такой он слегка, наверное, неоновый. Но очень симпатичный. Номер девять. О, что-то здесь такое крупное нас ждет. Все, берем, берем, берем. Как котики, берем скорее. И ожидание этого стоило. Какая-то, по-моему, безумно красивая помада. И я как раз такой оттенок искала. Обалдеть. Да, это матовая помада. Боже, как хочется сразу же намазать все. Но вот я прям беру ее на заметочку. Хочется каких-то темных губ. Может, сегодня как раз ее накрасим. Десять. Симпатичненький тут какой-то шарик елочный. О, появляется первая баночка. И это первая баночка у нас красивущий хайлайтер. У Revolution Makeup, кстати, очень-очень славные хайлайтеры. Так что этот обязательно тоже потестим. Называется он Dare to Devolge. Ну и впереди нас ждет еще 15 позиций. Вау! Вот у нас одиннадцатый номер. Какой-то... По-моему, блеск. Ой, нет. Как классно. Очень красивого оттенка румяна. Какая нежная текстурка. Очень приятная. Так легко тушуется. Ну и реально цвет просто лапочка. Уже, знаете, такая неплохая косметичка набирается. Как все-таки грамотно, когда ты купил себе адвент. И такой собрал просто косметичку средств. Мне кажется, у нас тут сейчас будет все, что нужно для макияжа. Номер 12. Смотрим. Что-то такое длинненькое опять. Это такие яркие, сочные, жидкие тени. Хочу, кстати, заметить, что все, что мы доставали с вами, классно сочетается между собой по цветам. Дальше у нас номер 13. Ой, тут какой-то, по-моему, карандашик. Да, опять вот такой симпатичный карандаш для губ. Немножко потемнее. Четырнадцатый. Четырнадцатый номер. И у нас опять помада. Ну, знаете ли, помад много не бывает. Особенно таких симпатичных оттенков. Прямо красивый такой ягодный. Мы потом их все вместе с вами, разные помады, отсвочим одновременно. И разные карандаши для губ тоже посмотрим вместе. Дальше у нас номер 15. Красивый такой черненький. Что у нас тут за конфетка? Опять матовая помада. Уже в карамельном оттенке. Опять-таки, это все будет между собой сочетаться. Она сюда тоже подходит. Будет номер 16. Это у нас контурная пудра. Небольшой такой размер. Чтобы попробовать, да и знаете, иногда эти сухие продукты очень сложно закончить. Особенно, если у вас не одна штучка. Оттенок славный, не слишком темный. Но мне кажется, для нас больше будет как бронзер. Для нас, я имею в виду, для славянского такого светлого цветотипа. Чтобы это было контуром, надо быть прям очень-очень теплым, но при этом не сильно загорелым. Ну, посмотрим, проверим потом на лице. Дальше у нас номер 17. Это что у нас такое? Это такой маленький, миленький спонжик для макияжа. Тоже тогда будем его сегодня использовать. Мне кажется, это идеально для того, чтобы, например, наносить консилер под глаза. Он такой маленький. Здесь вот вокруг носа. Чтобы все лицо им накрасить, конечно, наверное, не очень удобно. По ощущениям, он классный, приятный. Так что используем. Номер 18. Такая длинная коробучка. О-о-о! Почему я все видео говорю? О-о-о! Ну, так вот мне нравится. Смотрите, это кисть. Тут даже кисти идут в адвенте. Это классно. Кистей-то тоже много не бывает. Она, видимо, такая маленькая для хайлайтера. Попробуем использовать. Или, кстати, для консилера тоже неплохо. Девятнадцатый номер у нас тоже кисточка. Ну, это вообще полезняха. Это такая маленькая искусственная кисть. Дочищать красивые какие-нибудь детали, аккуратные. Просто идеально. Еще и розовая. Все такое в тему, в оформлении. Очень классно. Мы с вами еще на двадцатом номере. А мне уже кажется, что это идеальный адвент. Давайте в двадцатом посмотрим, что. Очень там тяжеленькое. Вау! Ну, выколупывайся. Я уже знаю, что там. Но не могу вытащить. Это пудра. Давно хотела ее попробовать как раз. Прозрачная. С пуховочкой вместе. Все прям предусмотрительно так. Это прелестно. И двадцать первый номер. Карандаш для бровей. Даже карандашик для бровей положили. Может быть, он, конечно, будет мне темноват. А может и нет. Потому что его можно хорошенько растушевать. Ну, просто практически все для макияжа положили. Двадцать второй номер. Ух ты! Тут у нас вот такая симпатичность. Это зеркало. Вот сегодня я в него и буду краситься. А то я обычно тут зеркало от бронзера Натальи Шик использую. Хорошее зеркальце. Двадцать третий номер. Такой крупненький. Тяжеленький, кстати. Ой, какая красота. Я уже предвкушаю. Вау! Круть! Это у нас палетка. Румян. И посмотрите, какие классные цвета. Есть такие более спокойные. И чтобы подмешивать можно было светлый. И вот такой вот сочный неоновый. Мне тоже нравится. Ну, просто очень классные оттенки. Блаж Куат называется. Сильно красиво. Двадцать четвертый. Тоже крупненький номер. Но легкий. Тут нас ждет какой-то крупный карандаш. И это опять карандаш для бровей. Но он почему-то прозрачный. Простите, а вы кто? А что вы делаете? Карандаш. Может быть, это такой типа гель? Да, это, наверное, что-то закрепляющее брови. Забавная штучка. Я попытаюсь найти, прочитать про что. Это для чего. На ощупь он такой слегка липковатый. И какой самый красивый-то номер. Это, конечно же, последний двадцать пятый. Какой большой, классный номер. Тяжелый. И это вау. Красивущая палетка теней. Тени все, которые я пробовала у Revolution, классные. Поэтому я надеюсь, да, эти тоже. Я прям сразу чувствую, что они такие мягкие. Прямо касаешься, они нежные. И да, и по пигментации все тоже отлично. Ну, что за шикардос. Очень, мне кажется, грамотно со стороны бренда сделать 25 номер. Самый последний. Таким красивым, большим и насыщенным. Что это прям суперский подарок. Вот такая красивая палетка. С отличными разнообразными цветами. Просто вишенка на торте. Так что закрываем эту книжечку. Само оформление, конечно, тоже очень красиво, подарочно. Празднично так получилось. И вот, что у нас с вами здесь есть. Больше всего, конечно, продуктов для губ. Но это классно. Ну, вот такой наборчик из всего адвента у нас получился. Мне кажется, он прям великолепный. Давайте скорее начнем наносить все это на лицо. Начнем первым делом с масла для губ. Из зеркальца. Выглядит оно, конечно, волшебно. В плане своей упаковки. Как такой красивый леденец. Практически не липкая. Хорошо ощущается на губах. Больше похоже на декоративный такой продукт, нежели на уходовый. Дальше мы с вами нанесем тональный крем. Тонального крема, консилера. А также, оказывается, еще и туши нет в этом адвенте. Хотя меня все равно поражает, какое разнообразие косметики. То есть, практически вся косметика есть. Буквально вот за исключением этих нескольких позиций. Понятно, что тона, например, нет. Потому что, ну, невозможно подобрать цвет для всех. Как и консилера поэтому. Но вот с тушью я, кстати, удивилась. Мне почему-то казалось, что, по идее, может там быть тушь. Так что, по поводу туши я не подготовилась. А вот тональный крем я приобрела. Недавно, по-моему, вышел у них такой тон. Называется он IRL. Мне кажется, это как In Real Life Filter. Фильтр в жизни, в реальной. Он такой достаточно легкий, этот тональный крем по текстуре. У меня, кстати, оттенок F05. И я прокосячилась. Если честно, это была моя ошибка взять такой оттенок. Потому что он для меня, как видите, слишком светлый. Но там, в свое оправдание, хочу сказать, что там в линейке F01. F01 сначала идет, потом F02. Потом только F05. И потом вроде F01, который мне показался уже более таким темненьким. Поэтому я решила взять F05. Но вот он совершенно такой уже практически белый с розовым подтоном. Однако я его все равно протестировала в чистом виде. Походила бледненькая. Поэтому могу вам рассказать свои впечатления. Но для себя я добавлю немножко аджастера. У меня от Rouge Bunny Rouge. Хороший, кстати, аджастер. Реально очень классно затемняет тональные средства. Я вам про него уже рассказывала. Но напоминаю на всякий случай. Вот такой я себе оттенок примерно намешала. Очень хочу похвалить этот тональный крем. Он матирующий, но при этом очень легкий. Такой тоненький по текстуре. И опять же при этом отлично перекрывает. У него практически стопроцентное перекрытие. Но никакого ощущения тяжести или маски на лице нет. У него в составе нет масел. И есть нецинамид. И поэтому это прекраснейший тональный крем для тех, у кого кожа склонна к жирности. Может быть каким-то проблемкам. Потому что он с одной стороны перекроет. А с другой стороны предотвратит появление новых каких-то воспалений. Очень красиво выравнивает текстуру кожи. Вообще меня, конечно, сильно поразило. Вот смотрите, это у нас получается с тоном. Это без тона. Оттенок, конечно, не идеально подходит. Какой-то все равно сизоватый. Но мне, если честно, хочется прям вот взять. Пойти найти свой оттенок. Его вживую, к сожалению, у меня в городе нет. Как-то, видимо, я буду пытаться вычислить. Но прям очень красивый тон. И держится в течение дня идеально. Даже без пудры у меня на коже не жирнится. В общем, тон очень мне понравился. За 900 рублей здесь 25 миллилитров. При этом такая прикольная линейка оттенков. Особенно, конечно, белоснежки. Обратите внимание. Потому что там есть очень светлые оттенки. Прям практически белые. Но при этом с разными подтонами. И розоватые, и золотистые. И, конечно, оттенки потемнее тоже есть. Сильно понравилось, что он реально супер тонкий, легкий и не ощущается на коже. Но у него очень красивое перекрытие. И такой натуральный, слегка вроде как будто бы сияющий финиш. Но на самом деле он потом застывает и выглядит очень-очень натурально. Еще мне попался вот этот вот консилер. Купила его в магазине. Потому что других, по-моему, не нашла. А в L'Etoile он продается. Стоит рублей 500. Называется Conceal & Define. Взяла в оттенки C1. Потому что он у меня когда-то был. И он мне очень здорово подходил. Но сейчас оказалось, что я стала более уже темненькая и загорелая. Поэтому сейчас мне этот оттенок будет немного светловат. Но я вам все равно расскажу по поводу того, какие свойства у этого консилера. Он мне сначала не очень понравился. Потому что он может подсушивать. Кстати, берем спонжик из адвент-календаря. Если им переборщить, то, к сожалению, он может подсушивать кожу вокруг глаз. Если она склонна к сухости. Поэтому нужно с ним быть немножко таким более аккуратным. Перекрывает он процентов, ну знаете, наверное, на 70. То есть он не супер кроющий. Чем-то напоминает Tarte Shape Tape. Тот тоже, знаете, на 1000% не кроет. Но вполне приятный. Помню, что он у меня закончился полностью. Я его с большим удовольствием использовала на повседневный макияж. Потому что он очень хорошо сливается с текстурой кожи. И его можно наносить без тонального крема. Чтобы просто выровнять так общий тон лица. Точечно. И чтобы лицо отлично выглядело. Стойкий, достаточно пигментированный. Подходит как под глаза, так и на лицо. Только под глазки, если кожа склонна к сухости, лучше не переборщивать. Если пудры зафиксировать, то он уже меньше скатывается. Что тон, что консилер, кстати, практически не окисляются. Они высыхают и остаются такого же цвета. Дальше давайте попробуем вот эти красивущие румяна. Называются они Super Dewy. Это, видимо, значит, что они супер такие близкученькие. Чё плюёте-то? Я сначала, когда их начала выдавливать, мне казалось, что они похожи на Ok Beauty. Но, слава богу, нет. Потому что они такие, знаете, вообще абсолютно не тягучие. Очень легко растягиваются. Оттенок You Got Me Blushing. Видимо, намекает нам на то, что ты заставил меня покраснеть. Вроде как очень натуральный цвет. Очень быстро растягивается, растушевывается, как видите, тоже элементарно. Будет ли тут что-то сиять? Ну да, наверное, слегка они всё-таки блестючие. Но я бы не сказала, что прям вот уж супер дюи. Давайте с этой стороны попробуем кисточкой растушевать. Может, получится чуть-чуть по-другому. Кисточкой всё-таки лучше тушуется, более ровно, чем Beauty Blender. Вернее, спонжиком. Просто он так напоминает Beauty Blender. Правда, тоже розовый, только меньше размером. Кстати, неплохой, но вот если сравнивать с легендой, с тем яйцом, с которого всё пошло, то Revolution Makeup всё-таки пожёстче. Причём раза так в три. Но при этом пользоваться им комфортно. Не то, что ты себя яйцом по лицу избиваешь, нормально. Иногда даже приятно, когда спонжики такие более подсобранные, и можно точечно хорошо прорабатывать кожу. Почему-то мне кажется, что я сказала, что румяна более эти тягучие. Хотела сказать, что они более тянущиеся, если сравнивать вот с пигментиками от OK Beauty. И это классно, потому что легко их растушевывать. Потому что знаю, что некоторым тяжеловато такие тягучие текстуры тянуть. Здесь всё достаточно легко и просто. Красиво, конечно, выглядит. И действительно, как видите, немного всё-таки отблёскивает. И оттенок мне понравился. Так что буду однозначно пользоваться. И, кстати, очень красивый дизайн. Дальше давайте с вами попробуем карандаш для бровей. Вижу, что сделан в Китае, но почему-то совершенно не могу найти оттенок. А, Medium Brown. Такой вот цвет. Достаточно универсальный. Молодцы, что они его положили. Мы сейчас очень легко его растушуем. И, в принципе, я думаю, что и ко мне встроим. Он очень классический такой. Пудровый прикольный карандаш. Мне кажется, что, в принципе, имеет место быть. Благо, никаких катышек. Текстура славная. Оттенок тоже приятный. Сейчас, конечно, получилось темновато, но мы растушуем. Щеточки здесь нету. Можно взять, конечно, от другого карандаша. Либо отдельную такую кисточку ёршик. Чуть-чуть, по-моему, грязновато тушуется. Все-таки темноват мне этот товарищ. Не самый лучший, но и не самый худший, короче, карандаш в моей жизни. Если честно, у меня есть ощущение, что это просто очень какая-то дешевенькая формула. Это что-то среднее между пудровым карандашом, который, конечно, был бы очень в тему, и восковым, который как раз дает такую немного чрезмерную пигментацию. Кстати, я использую кисточку из Адвента для исправления ситуации. Подчищаю тут все, что растянулось вокруг лишнего. Для брюнеток, конечно, этот карандашик больше подойдет. И может даже не дурно будет выглядеть. Просто надо его совсем немножко наносить и хорошенько растушевывать. А кисточка вот эта просто исключительная. Очень мне нравится. Такая нежная, четкая. И как раз вот для всяких таких задач, для исправления макияжа очень подойдет. Обрылась сейчас весь интернет. Не нашла нигде в продаже вот этого странного карандаша. Даже на официальном сайте. Только то, что это Defining Brow Pencil. Он у нас вроде как должен брови подчеркивать. И каким-то образом делать их вроде как более четкими. Но вообще, если честно, никак он не ощущается. Только слегка может быть липковатый. То есть, я трогаю, например, без него брови и с ним. Ну, такое, знаете, непонятно. Может быть, перед тем, как наносить карандаш, нанести его, чтобы карандаш вроде как получше прилипал. Давайте лучше попробуем вот этого малыша. Тут 3,5 грамма. Это, в принципе, немало. Щеточка для этого прозрачного геля. Бывают, знаете, и полноразмер такого объема. Там просто вот эта баночка, она выглядит покрупнее. А по сути, внутри тоже не очень-то много. Очень удобная маленькая щетка. Прекрасно вычесывает брови, выкладывает их. Мне уже нравится. Чуть попозже проверим с вами, насколько хорошо фиксирует. По ощущениям сразу по текстуре чувствую, что он действительно подсыхает. И он такой гель, похожий на Vivienne Sabo. Вот себе выпускает в последнее время такую формулу. Все время. Последнее время, все время. Сори, снимаю в Рождество. Настроение праздничное, заговаривающееся. В общем, Laminatrix примерно такой. Такая густая формула, которая потом брови на весь день отлично фиксирует. Посмотрим. Дальше давайте попробуем вот эту красоту. Очень меня интригуют эти тени для глаз жидкие. Называются оттенки Opulence и Bronze. Предлагаю сегодня сделать разноглазый макияж. С одной стороны нанесем вот этот цвет. Боже, это просто цвет моей мечты. Я так люблю этот цвет. Вы даже себе не представляете. У нас сегодня фон такого цвета примерно. И у меня любимый ноутбук такого цвета. И вообще вот все, что такого какого-то персика розового цвета. Оттенка теней Fireball Urban Decay. Это первое, где я с ним, наверное, познакомилась. Мне нравится безумно. Поэтому я рада этим теням. Единственное, что я сейчас трогаю их пальцем, они исчезают. Но остается такой нежный оттенок. Возможно, их надо все-таки наносить и потом растушевывать только по контуру. То есть, оставлять их таким вот ровным слоем. Давайте, кстати, вот эту кисточку возьмем. Потому что для хайлайтера искусственная кисть, мне кажется, будет too much. А вот здесь вот мы как раз растушуем границу. На ощупь эти тени очень нежные. Я не знаю, прям они вообще фиксируются или нет. Но фиксируются, да, потому что здесь что-то уже начало залипать. Так, попробуем, пока это высыхает, с другой стороны нанести тень бронзовую. И попробовать ее растушевывать более аккуратно. Она, знаете, похожа больше на блеск для губ. Может, это не... Нет, ну, Cream Shadow. Я уж подумала, может, я помаду сейчас на глаз мажу. Потому что этот оттенок, он какой-то более липкий даже. Смотрите, он как выглядит забавно. Сильно блестит. Но блестит не из-за какого-то сияния, какого-то глиттера внутри. А именно из-за того, что он липкий, как блеск для губ. И растушевывать его только по краю не получается. Такая вот, знаете, подложка липкая под тени. Интересный продукт. Я пока нигде такой формулы не встречала. Здесь, кстати, все зафиксировалось. И чуть-чуть скукожилось. Но, может, это за счет того, что два слоя было. Вы знаете, мы в последнее время так с вами разбалованы классными, жидкими тенями. И у белорусов. И нас тоже выпускали, как Фанки Манки, Аравия. Поэтому, конечно, тут ничего меня не поразило, кроме того, что вот этот оттенок шикарный. Поэтому я буду пользоваться. Буду пытаться как-то пристроиться к этим теням. Но пока какого-то ощущения суперского от них нет. Давайте дальше нанесем немного вот такой бесполезный карандаш для глаз. Почему он бесполезный? Потому что он не фиксируется. А что-то на глазах, что не фиксируется, это так себе затея, если честно. Но мы попробуем его в качестве подложки использовать. То есть, мы его потом тенями закроем. Поэтому не страшно, что он сейчас будет у нас по глазу мотыляться. Его, наверное, очень опасно наносить межресничку. Потому что он начнет сразу вниз съезжать и всячески отпечатываться. Но есть в нем огромный плюс, что можно нанести как попало его совершенно. А потом из-за того, что он не застывает, он такой пластичный, можно его по глазу-то подвигать. Это очень удобно, когда вы, например, еще не умеете классные стрелки рисовать с первого раза. Вы можете нарисовать вот что нарисовалось, то и нарисовалось. А потом взять кисточку, которая у нас с вами в том числе идет в этом адвенте. И спокойно подрезать снизу все, что оказалось лишним. И то же самое здесь. Но тут я вообще уже два хвоста нарисовала. А ничего страшного, я сейчас просто это все сотру. Потому что настолько подвижный карандашик. Кисточку почищу. И тут можно все растушевать вообще. Да, слушайте, вот с этой стороны тени прям даже не фиксируются. Это реально как будто блеск для губ. Но тут реально написано N.I. shadow. Но оно вообще липкое до сих пор. Такое ощущение, что они там на производстве просто что-то перепутали. Потому что вот с этой стороны все вроде более или менее зафиксилось. Не люблю, конечно, в плане подложки использовать черные карандаши. Потому что они дают грязь. То есть в подложку лучше всегда брать коричь. Можно темный коричь, можно светлый. Удобно им форму выстраивать. А прикольно, да, такое, когда распаковываешь. О боже, это классно, это классно. А потом начинаешь что-то наносить. И такой, ну вот в принципе. Ну вот это как бы уже может быть наше лишнее немножко. Ну давайте, сейчас будем радоваться. Очень я на это надеюсь. Потому что будем с вами наносить вот эти прекрасные тени. Как раз где у нас теплые жидкие тени. Давайте сделаем прям теплый макияж. А с другой стороны более прохладный. Потому что здесь палетка такая прикольная. Здесь есть более прохладные такие розовые оттенки. Или бургунди. И также есть вот эти рыжики. Рыжики и теплые-теплые приятные коричьи. Мне так забавно, что здесь вот этот есть ярко-оранжевый. У вас есть желание? Вот мне кажется, сразу хочется его накрасить. Что это вообще? Как это будет выглядеть на глазах? Ну это круто. Это, конечно, пигментировано. А на этом блеске для губ вообще, конечно, залипает замечательно. Но это была ирония. Потому что нехорошо, когда тени, конечно, залипают. Что они хотели сказать этим продуктам, я вообще не поняла. Мне сейчас, возможно, помогут мои профессиональные скиллы вылезти из этой ситуации нормально, с достойным макияжем. Но вообще на липкой какой-то базе, которая прям как блеск для губ. Вообще тушуется ужасно. Нету смысла такое добавлять в подложку. Дальше возьмем вот этого более спокойного рыжика. И растушуем оранжевый в кожу. Пигментация у теней отличная. Давайте дальше вот этот возьмем оттенок потемнее. Если бы еще не этот блеск для губ на глазах, все бы еще и тушевалось замечательно. Но, в принципе, уже нормально более или менее тушуется. Красивые такие закатные оттенки. И чуть-чуть все-таки вот этого промежуточного возьму. Классно, что такое разнообразие. Прям растяжку можно делать на глазах шикарную. Можно сделать pumpkin latte makeup. Есть такой сейчас популярный тренд, но, может, уже отошел, потому что, наверное, он более осенний. Хотя и зимний тоже. Красивые рыжие оттенки. И здесь еще подходящих много блестях красивых. Возьмем вот этот во внутренний угол глаза. Прекрасный по пигментации. Дальше возьмем вот этот персик. Просто идеальный пич фас. Хотя, конечно, светловат. Но тоже симпатичный. Давайте вот этот еще цвет возьмем. Хотя нет, он розовый. Давайте вот этот желтенький. И его положим вот здесь на подвижное веко. Наверное, даже лучше пальцем. Но неплохие тени. У Revolution Makeup у меня было несколько палеток. Они, правда, очень качественные. У них хорошая пигментация. Они здорово тушуются, не пылят, сильно веко не кукожат. В общем, славные. Давайте еще вот эту теплую блестяху добавим. Очень тоже она красивая и более спокойная, чем та золотистая. Шикарная бронза. Кстати, палетка называется Reloaded Pink Prosecco. Розовая Prosecco. Это, конечно, отличное название. Мне нравится. И у нас получается на этом глазу вот такие вот оттенки. Это все, что касается теплой гаммы коричневых цветов. Это буквально вот я один раз трогаю. Чуть-чуть так набираю и переношу Swatch. И они очень пигментированы. Не чересчур, но вот прям как надо. На уровне профессиональных теней. А с другой стороны, мы сейчас нанесем вот эти оставшиеся цвета. Такие более прохладные. Вот с этой части палетки. Хотя, конечно же, их тоже можно интересно между собой сочетать. Но это уже немножко другая история. Так что давайте просто пробежимся по всем здесь оттенкам. Вот этот классный под бровь. Это такой базовый светлый цвет, который, в принципе, можно нанести в любой макияж. Он не сильно розовый. Дальше я наберу вот этот цвет. Какая-то очень симпатичная легкая розочка. Но практически, кстати, незаметная. Идеальная, чтобы втушевывать в кожу. Дальше вот этот очень симпатичный розовый. Посмотрим на его пигментацию. Он уже поярче. Значительно поярче. Прям такой холодненький-холодненький. Шикарная какая-то бургунди. Нанесем его во внешний угол глаза. И в складку тоже затушуем. Все равно он розовым выглядит. Но приятный такой розово-винный. Ну и самый темный цвет возьмем. Такая темная-темная слива. Немножко, конечно, сыпется. Но это нормально для таких оттенков. Прям сильно темных. Очень драматичный, супер пигментированный класс. А теперь давайте проверим розовые блестяхи. У нас осталось вот это вот. Кстати, жидкие тени давно забыты. И особо они как подложка не суперски играют. Пока что я их не очень поняла. Так, этот оттенок немножко кукожит. Но возможно, как раз это с жидких теней. Потому что это они изначально там все скукожили. И вот этот еще очень красивый цвет. Давайте проверим. Вот это, мне кажется, реально розовая просекка. Ну, матовые мне, если честно, больше нравятся, чем блестяхи. Они вроде приятные, но вот не хватает в ней какой-то маслянистости, какой-то вот нежности. На ощупь они вроде прикольные, а когда наносишь, как-то не очень здорово. Но все-таки грешу на жидкие тени. Потому что с этой стороны не так они скукожили. Никакой черепашки тут нет. Сейчас немного закончу макияж глаз и вернусь к вам. Так, ну я доделала макияж глаз. Я, если что, снизу добавила все те же цвета, что были сверху. Даже в той же последовательности. Просто еще докрасила ресницы и сделала немножечко там черный карандаш, растушеванный вдоль ресниц. Что по поводу этой палетки? Палетка хороша. Даже блестяхи на самом деле я сейчас посмотрела на нижнем веке. Все-таки неплохие. Бывают и получше, но тем не менее эти очень славные в своем ценовом сегменте. Матовые тени вообще просто отличные. В сравнении с жидкими тенями сухие реально классные. Дальше, наверное, давайте посмотрим на продукты для губ. Их у нас много. Они такие очень интересные. Начнем с карандашей. Два таких не особо универсальных, но очень красивых оттенка. Один чуть потеплее, другой попрохладнее. Вот это Pink Nude. А вот это Coral. Нюдовый розовый и коралловый. Ну, слушайте, нам сегодня, конечно, нужно как раз накрасить оба. Pink Nude давайте добавим сюда. Он такой классический. Карандаш в деревянном корпусе. Нормальный, абсолютно адекватный. И Coral давайте добавим здесь. Он уже такой более теплый, но все-таки он очень розовый. Не слишком они жесткие, нормальные. Похожи на карандаши от NYX. А у них классные карандаши. Ну, так на губах, да, не особо отличаются. Дальше у нас идут вот такие красивенные помады. Вот это называется Muted Red. Приглушенный, красный. А вот это White Wedding. Что тут White и что тут Wedding. То есть, свадьба я не знаю. Ну, давайте тоже на губах посмотрим. Вот этот, который посветлее, добавим здесь. Очень красивый, конечно, цвет просто. Формула классической, нормальной такой помады. Добротной, приятной, кремовой помадки такой. А здесь, конечно, посмотрим Muted Red. Ой, какой красивый цвет. К этому карандашу, конечно, не подходит совершенно. Как и к этому, мне кажется, не подойдет. Но цвет чудесный. Я такие люблю. Мне даже кажется, что я именно такой. Уже давно искала. Какая-то красивая такая слива. Причем достаточно нейтральная, но чуть-чуть драматичная. Вот это я прям очень рада. Буду еще носить, пробовать. Ну и не забываем, что здесь у нас бальзамчик такого же оттенка. Это тоже классно. Хочется, конечно, уже так оставить. Но у нас же с вами еще матовые помады и блеск есть. Давайте сначала посмотрим на прозрачный блеск, который называется Glaze. Что он нам за глазированные губы создаст? Я чуть-чуть добавила карандаша. Да, он такой липкий. Его можно наносить прям много-много. И получается вот действительно обалдеть, какое глазирование. И слушайте, в нем есть еще очень мощное жжение. Похоже на какой-то красный перец. Ой, мамочки. Ой, я его еще так щедро нанесла. А я даже как будто бы вдохнуть не могу. Настолько он мощный. Причем ничего не написано по поводу того, что он вообще-то не простой, а такой увеличивающий. Но поверьте мне, жжет он прямо как надо. Выглядит очень красиво, просто вообще шикарно. Но это прям ярко выраженный красный перец. Это не корица, не ментол. Это что-то прям такое ядреное. Я не уверена, что буду рисковать, потому что прям очень во рту сейчас очень сильно ощущается. Рот горит теперь просто нещадно. А также все во рту внутри, как будто я ела какую-то очень острую китайскую еду. Прям на 5 перчиков из 5. Но губы значительно увеличивает. Так что, если вам вдруг такое нравится, имейте в виду. И осталось у нас с вами еще вот эти красивенные помады попробовать. Коричневый это крамель нюд. А второй это мовберри. Мовберри мне, конечно, нравится очень сильно. С нее я и начну. Шикарный оттенок. Текстура пока по ощущениям очень приятная. Такая нежная, легко раскатывается. Ну и этому макияжу, конечно, отлично подходит. Ну а с другой стороны посмотрим на карамельку. У меня, по-моему, такого цвета помад практически нет. Но здесь он, конечно, идеально совпадает. Все так, знаете, продумано. Интересно, зафиксируется ли помада. Потому что пока что она ощущается такой нежной. Такой буквально тающей на губах. Прям супер приятная. Что кажется, что она не застынет. Так, новое слово в моде. Двухцветные губы. Ну что-то я прождала уже минут, знаете ли, 10. Она, походу, все-таки не застывает. Эта помада. Да, вот все отпечатывается. Но из-за этого она и на губах ощущается как очень комфортная. Она действительно выглядит матовая. Но при этом не засыхает. По итогу из всех продуктов для губ мне, конечно, больше всего понравились помады. Просто красивая, кремовая, классическая формула с отличными оттенками. Но, в принципе, я думаю, что мне здесь все пригодится. Наверное, пока что так и оставим. И попробуем с вами сейчас продукты для лица. Начнем мы вот с этой пудры. Она, по-моему, достаточно известная. Я очень давно хотела ее попробовать. У меня она в оттенке, без оттенка, translucent. Она тут хорошо запечатана с помощью наклеечки такой прозрачной. Давайте посмотрим. Вот она у нас, да, беленькая. Но, надеюсь, не как Мина, будет действительно прозрачная на лице. Берем эту красивую, шикарную пуховку и набираем на нее пудру. Если честно, ни консилер, ни тон особо не требуют припудривания на моей коже. Даже, наверное, припудривание для нее будет чрезмерным. Но, тем не менее, надо протестировать, конечно, пудру. И сделать такой настоящий американский full glam. Компания, насколько я помню, американская. И вайп у нее весь такой, видите, у макияжа даже чувствуется, что что-то такое очень американское получается. Поэтому тут у нас рассыпчатые пудры, которые можно вот так вот всякие делать, бейкинги. И это суперудобная пуховка. Но поверх этого идеального тона эта прекрасная пудра ложится так, что пор вообще нет. Я даже не знаю, как вам показать, но их практически не видно стало. А не просто ровная гладь лица, при этом нету ощущения пересушенности. Кроме моего несчастного подглазья, но там всегда достаточно сухо. А сейчас сухше тем более. Хочется после этого фиксинг спрей пройти. Вот этот вот, знаете, фиксирующий спрей, который тоже любят американские блогеры. Потому что после такого припудривания это максимально уместно. Но пока я вам скажу, что пуховка, что пудра прелестная. Сравним с вами вот это с пудрой, вот это без пудры. Конечно, что-то там, высветление какое-то происходит, но не слишком. Совсем уж сизо-белое я не становлюсь. Даже я бы сказала серое, как с миной в прошлом видео. Если вы, кстати, его не видели, пожалуйста, посмотрите. Оно очень забавное получилось. Шикарная пуховка. Это едва ли, знаете, не самая моя любимая позиция из этого календаря всего. Эта пуховка просто прелесть. Рада, что я с ней познакомилась, так скажем. Да, да, и еще раз да. Этой пудре, этой пуховке. Прямо очень меня порадовали. Дальше давайте попробуем законтурироваться. Но скорее такое сделать бронтуринг. Это контур в оттенке Vacation. Ну реально рыжка, рыжка. Буду наносить натуральной кистью. Сначала все-таки перенесу, потому что можно бахнуть, мне кажется. И давайте попробуем затемнить им лицо. Ой, какой ты теплый. Это прям для девушек, которые любят автозагар. Когда ты становишься немножечко рыженьким. Вот в этом случае это цвет подходящий. Это, наверное, самый теплый бронзер из всех, что у меня есть. Но про контур я вообще молчу. Это, конечно, все-таки мало похоже на контур. Но к этому макияжу, конечно, отлично подходит. В принципе, в качестве румян даже. С этой стороны, я надеюсь, тоже будет нормально выглядеть. Я все равно люблю добавлять бронзер даже в холодные макияжи. Интересный такой эффект получается. Чтобы немного снизить градус готичности. И он даже здесь выглядит как-то иначе. То есть здесь он прям чувствуется как будто рыжий-рыжий. А здесь как будто бы уходит в розовинку. На фоне розовых теней и губ. Пара с тушевки. Прекрасно. Пигментация отличная. Удобно пользоваться. Не слишком много, не слишком мало. Ну, оттенок реально для любительниц автозагара. Имеет право на существование. Зато мы сейчас сделали меня не такой бледный. Можно любой макияж вам растеплить. Очень какой-то, знаете, художественный бренд. Такие приятные текстуры. Хорошо с ними работать. И давайте еще посмотрим вот на эту замечательную прелесть. Палетка румян. Мы уже ее с вами свочили. Сейчас будем просто тестировать на лице. Если честно, мне кажется, что все вот больше для этой стороны. Но мы, наверное, на эту возьмем самый яркий оттенок. Вот этот вот. И смешаем его с самым светлым. И опять же через руку переношу. Ну, он розовый. Он розовый. Очень пигментированный. Очень красивый. Но сюда, конечно, больше бронзер подходит. Поэтому сильно добавлять не буду. Возьму теперь чистую кисточку. И попробуем с вами вот эти два оттенка. Возьмем сначала светлый. Они такие красивые. Это просто, когда в жизни на них смотришь, ну какая просто красотища. На лице тоже, конечно, симпатично. И давайте вот этот потемнее тоже возьмем. Кстати, называется блажь-код. А больше никаких обозначений нет. Просто блажь-код. Четверочка. Румян. Ой, ну яркий вырвиг глаз, конечно. Но я любитель такого, если честно. Я бы, конечно, к таким ярким румянам тогда не добавляла такой яркий макияж глаз или губ. Надо что-то одно оставить. Так уже чересчур. Но цвет просто фантастика. Растушевывается, кстати, неплохо. Достаточно мягко. Скорее всего, можно просто вот так набирать, если что. И давайте добавим немного на боковые стороны лба. Чуть-чуть, может быть, вот сюда в глаза, чтобы дополнительно подрастушевать получше. Чуть-чуть на подбородок и остатками пройдемся по шее. Ну и, похоже, у нас осталась последняя позиция. Из того, что мы еще с вами не пробовали, это вот этот вот хайлайтер, который Dare to Divulge. У меня, кстати, есть уже хайлайтер от Revolution Makeup. Вот такой вот. Он тут рядышком со мной лежал. В оттенке он у меня, который называется Just My Type. И вот этот Just My Type, а вот этот, который мы сейчас будем пробовать. Dare to Divulge. Ну, похожи они достаточно. Dare to Divulge тут не видно, но он немножечко как будто светлее и чуть-чуть более розовый. Но настолько незначительно, что сложно это сказать. О, вот это он яркий. Какой, боже. Ну, какой красивый. Слушайте, я вообще не очень люблю прям яркие-яркие хайлайтеры, но этот прямо красивый. И, конечно, вот с всей этой стилистикой макияжа сочетается идеально. Давайте мой еще попробуем, который Just My Type. Он мне очень понравился. Я знаю, что и вам тоже нравится хайлайтер от Revolution Makeup. Но вот они похожи, видите, практически одно и то же. Я даже не знаю, как их отличить. Но вот этот вот более дает, знаете, такой какой-то влажный блик здесь. Ай, здесь тоже он же. Короче, одно по одному примерно похоже. Еще у меня, кстати, есть бронзер от Revolution. И он очень классный. У меня в оттенке Take Vacation я его очень часто использую. Хочется даже немножечко подуспокоить хайлайтер, хотя я буквально им едва коснулась лица. Но вот такой вот эффект получается мощный. Если сверху пройтись тональным кремом, остатками на спонже или на кисти, то можно как будто бы немножко загладить и сделать более нежным эффект хайлайтера. Но подглазье, конечно, засохло и от такого достаточно мощного консилера, который мне подсушивает. Еще и пудру туда бахнуло. Оно, конечно, выглядит вблизи не так сильно красиво. Но издалека прям такой эффект, конечно. Театрально немножко нафотошопленный. Чуть-чуть добавим еще хайлайтера на боковые части лба, на нос, на подбородок. И наш образ готов. И давайте сейчас посчитаем с вами, сколько у нас тут стоимость этого календаря. И я вам расскажу, как это друг с другом соотносится, за что я его купила и что мы внутри обнаружили. В общем, я все посчитала. И знаете что? Считать было сложно, потому что много из этих позиций вообще нет в продаже. Причем даже на официальном сайте нету, например, вот этих жидких теней. Просто, видимо, для календаря делают. Нет этого загадочного, непонятного карандаша прозрачного, например. Конечно, есть вот эти знаменитые румяна. Эти крутые помады тоже в бренде есть. Но, в общем, где-то я так насчитала примерно на 7 тысяч с копейками. Я прикинула прям по минимуму, знаете, какие-то позиции я просто считала по 100-200 рублей. А покупала я этот календарь в Америке за 5500. Плюс у меня была доставка порядка 650 рублей. По-моему, как-то так мне это стоило. В общем, получилось 6150. Потом в золотом яблоке оказалось в наличии это роскошество. Вот это вот, которое мы с вами выбрали. Я реально в Телеграме устраивала голосование, какой адвент мы с вами закажем. В общем, видимо, всем он приглянулся, потому что даже в золотое яблоко себе его привезло. И стоил он там 6800. Ненамного-то, кстати, и дороже. Сейчас там что-то подобное продается только 24 дня, а не 25. И немного другой состав, но тоже примерно за 6800. Также этот календарь продается до сих пор на Озон. Около 5500 рублей со скидками. Еще он есть на Ламоте, где он продается за 9 с копейками. В общем, он как-то так везде по интернету есть. Самое, конечно, выгодное это в Америке, потому что он там сейчас со скидкой 40 баксов. То есть он 4000 рублей будет стоить. Но в целом, если вот сравнивать с тем, за что я лично покупала, за 6000, да, примерно как и у нас бы он стоил, достаточно приятное наполнение. Не сказать, чтобы обалдеть, насколько круто по цене. Но и, с другой стороны, столько вот эмоций от такой красивой упаковки, от вот этих вот разворачиваний, от того, что здесь средства не просто напихали какую-то ерунду. Хотя, конечно, если честно, вот эти вот тени для глаз я вообще не поняла. Но, тем не менее, все красиво сочетается по цветам. Мне, если честно, не терпится попробовать вот опять снова воспользоваться этой пуховкой и пудрой уже с другими продуктами какими-то своими любимыми. Мне было приятно познакомиться с этими румянами, с помадами, с таким разнообразием. Поэтому, мне кажется, оно того стоит. Вообще, очень приятное впечатление. Было азартно все это открывать. Надеюсь, вам тоже. Вы нам, пожалуйста, Сюси, пишите, насколько вам понравился такой формат. Может быть, нам еще адвентов купить? Может, нам периодически все-таки их обозревать тоже? Как вам, кстати, бренд Revolution Makeup? Мне было прям приятно с ним познакомиться. Хочется еще поизучать. Ставьте нам, пожалуйста, лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались. Еще, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Если вам вдруг перестали приходить уведомления о моих видео, нажмите на колокольчик еще раз, чтобы отменить их, а потом снова включить. Тогда начнут приходить, правда. Мы тут недавно проверили. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Сюся побежала точить когти. А я вас целую, обнимаю и до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok